Глава Чувашия Михаил Игнатьев принял участие в итоговом заседании Государственного Совета Страны. Вот что передают мои коллеги из Москвы. Год добровольца подходит к концу, но внимание к работе волонтеров должно усиливаться. Какие меры необходимо принять, обсуждали в Кремле на итоговом заседании Государственного Совета Страны. Приоритеты перед властями расставил президент России Владимир Путин. Добровольчеству нет границ. Армия волонтеров увеличивается. Только в республике на помощь к людям готовы прийти более 50 тысяч человек. И желающих стать участниками этого общероссийского масштабного проекта становится все больше. Одна из инициатив Владимира Путина – создание центров подготовки волонтеров. Где волонтеры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга. Такие точки притяжения должны быть в городах, в других населенных пунктах, в школах, в колледжах, в высших учебных заведениях. Запрос у молодежи на участие в волонтерском движении очень большой. Мы это с вами видим, знаем. Так же, как и готовность старшего поколения направлять свой опыт и знания на благо общества. Нужно поддерживать и бизнес, безусловно, отечественный, по созданию корпоративных волонтерских центров. Это уже делается, нужно это движение поддержать. Президент поручил региональным властям внедрить стандарты поддержки волонтеров и разработать алгоритмы действий. Владимир Путин отметил и роль НКО. Некоммерческие организации должны получить статус исполнителей социальных услуг. Что предлагаю в этой связи? Фонд президентских грантов уже поддержал почти 7 тысяч проектов НКО. Система здесь справедливая и, главное, прозрачная. Сразу видно, на каких основаниях получен грант, какие практические результаты достигнут. Думаю, будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, что называется автоматически, получат из статус исполнителя общественно полезных услуг. Без избыточных формальностей, поскольку, это понятно, они уже делом доказали свою состоятельность. Но если гранты получили, прошли соответствующую селекцию и сбор, это само по себе уже о многом говорит. Свои инициативы членам Госсовета волонтеры смогли озвучить напрямую. Добровольцев пригласили в Кремль на подведение итогов работы за год. Сегодня волонтерство – это уже не так, как принято считать раньше дело молодых исключительно. Волонтерство сегодня – это дети от 8 лет, совсем маленькие, принимают участие и пожилые люди, так называемые серебряные волонтеры, которые во всех регионах нашей страны помогают детям, бесплатно преподают, принимают участие в крупнейших событиях, как полноценные организаторы. У нас, например, в этом году в рамках Чемпионата мира по футболу, в рамках волонтерской программы, самый, скажем так, опытный волонтер, ему было 86 лет. Центры подготовки волонтеров, о которых упоминал президент, уже создаются в республике. Более 30 добровольческих организаций региона получили гранты из федеральных фондов. Два проекта из Чувашии вошли в десятку лучших по стране. Все те проекты, которые были представлены с учетом инициативы самих общественных некоммерческих организаций, мы их поддерживали и будем поддерживать. И 2019 год для нас по линии волонтерского движения будет наиболее социально ориентированным, это очень важно, по образовательной среде, в сфере здравоохранения, в сфере обеспечения социальной защиты. Для развития добровольчества создают и правовую основу. В правительстве утвердили госпрограмму поддержки волонтеров. В рамках национального проекта образования стартует реализация федерального проекта «Социальная активность». Одна из его ключевых задач – это расширение участия по вовлечению в 2024 году в добровольческую деятельность 20% наших граждан. Это практически 30 миллионов человек. По линии развития добровольчества в рамках федерального проекта в период этих шести лет будут направлены средства в объеме чуть более 27 миллиардов рублей. Почти 2 миллиарда рублей из этой суммы будет направлено на создание системы социальной поддержки добровольцев, которая охватит территорию всей страны. Добровольцами сегодня стали и руководители субъектов федерации. В рамках новогодней акции главы регионов исполняют детские мечты, спрятанные в шарах, висящих на елках в залах Кремля. Трофим Егоров из Новочебоксарска давно хотел получить массажный стол для лечебных процедур. Михаил Игнатьев пообещал помочь мальчику до Нового года. Марафон добрых дел продолжается. Милосердие, вера и надежда были и остаются главными духовными ценностями нашего общества, отметил президент. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из Москвы.